Здравствуйте, меня зовут Герасим Дмитрий, я руководитель компании DeepLabs и сегодня хотел бы вам представить наш основной проект, это проект South Frame Network. Вначале немного о нас, мы являемся международной компанией, представленной в разных странах, сотрудники у нас разговаривают на русском и английском языке, практически во всех часовых поясах, ну а основная часть разработки у нас находится именно в России. И сегодня хотел бы, а вот тут, собственно говоря, наша команда, собственно говоря, офис у нас расположен в Новосибирском Академгородке, здание местного технопарка, и сегодня хотел бы я вам поговорить о тех проблемах, которые мы предлагаем решать с помощью нашего проекта. Какие проблемы, собственно говоря, есть? Проблемы в основном связаны с облачными сервисами, которыми мы часто пользуемся. Основная проблема, это то, что хозяева этих облачных сервисов, это, как правило, крупные корпорации, которые в любой момент могут заблокировать этот сервис, отключить, то, что происходит. Также мы не контролируем частные данные, которые мы передаем этим корпорациям. Квантовые компьютеры несут угрозу современной криптографии, на которой, в принципе, это все и построено, как правило. Ну, и если затрагивать те проблемы, которые уже связаны с блокчейн-решениями, то это то, что существующие блокчейны, они также неустойчивы к квантовым угрозам и очень предъявляют высокие требования к железу. Ну, собственно говоря, из-за чего и возникает высокая стоимость транзакций. Что мы можем предложить? Мы можем предложить туманные вычисления. Туманные вычисления – самый такой ходовой пример – это торринга. То есть, когда пользователь может сам же и становиться сервисом и предоставлять эту услугу. Соответственно, мы делаем что-то похожее, но только на базе блокчейна, когда пользователь это делает не на базе бардера, а за токеном, соответственно. В чем преимущество туманных вычислений? Ну, первое основное преимущество – это контроль за частными данными. Частные данные в тумане, как правило, вообще не предоставляются или не идут в защиткованном виде, либо предоставляются по минимуму. Дальше. Так как нет одного какого-то владельца, их невозможно заблокировать. Ну, и плюс еще такие моменты, как гибкая ценообразование за счет биржевой модели для формирования стоимости сервисов. В нашем случае – защита от квантовой угрозы. А также за счет того, что это больше участников в сети, сокращается количество промежуточных звеньев до конечного пользователя, и таким образом ряд сервисов получается более качественным. что мы можем предложить, собственно говоря, в этой сфере. Мы уже сделали решение. Мы заменили облачные сервисы на более прозрачные и надежные туманные сервисы. У нас уже есть Майонет две недели назад мы выпустили. Сейчас у нас уже на подходе в мост. Немножко о квантовом апокалипсисе, буквально пару слов. Мы вообще начинались как блокчейн пост-квантовый. Мы потом уже перешли на сервисную ориентированность. Но все равно у нас вся криптография квантово защищенная. И когда мы начинали, это еще была такая абстрактная угроза. Но, как можете видеть по графику, в 2021 году был анонсирован 433 кубита квантовый компьютер. И, насколько я знаю, сейчас мы уже в Sky и на подходе 1000 кубит. С учетом прогресса в коррекции ошибок, этого уже может хватить для взлома существующей криптографии в биткоине, в эфириуме. Насколько я слышал, уже даже где-то есть какие-то такие решения. Ну, это только слухи. В любом случае, появятся они достаточно скоро, как я считаю. Можно ли без постквантового шифрования? Можно, но небезопасно. И особенно это проблематично для блокчейна. Потому что ваша квантовая небезопасная подпись, она будет записана там навсегда. И если вы не успеете там сменить кошелек, перейти на другую подпись, то его можно будет вывести, как только это появится у обладателей квантового компьютера. Что мы предлагаем в этой сфере? Вариативное постквантовое шифрование. Если вкратце, это когда в системе нет какого-то одного алгоритма. У нас сейчас есть там два. Кристалл делительный пикник. Это кандидаты на новый стандарт. И можно также добавлять, обновлять. Ну, не совсем на лету, но можно сказать, что и на лету. Что о наших туманных сервисах? Это, в общем-то, то, что мы в основном предлагаем. У нас все написано на чистом СИ. Это, по-моему, практически единственный блокчейн, который таким образом реализован. И за счет также многоуровневого шарфинга у нас очень низкие требования к железу для валидаторов. И даже просто для полной ноды. Ее можно запустить там на Raspberry Pi, на смартфоне старом железе. И это хорошо. При этом для разработчиков достаточно простой выбор язык Python в стандартном окружении, что снижает порог входа. Таким образом, мы как бы готовы предоставить платформу для разработчиков, по ним или создавать нескромно конкурентов YouTube, конкурентов Facebook, Dropbox, ну и прочим облачным сервисам. Спасибо. Наше время вышло. Джори, есть ли у вас вопросы? Спасибо. Очень хороший доклад. Дмитрий, у меня вопрос выписан. Я здесь впереди сижу в первом ряду, да. Вы говорили о том, что вы делаете шарфинг, но вот вы пытаетесь сделать еще один блокчейн первого уровня. Вопрос. Тот же Тон, сейчас я глубоко копался, он позволяет делать динамический шарфинг. И то есть Тон обладает низкими энергозатратами, динамический шарфинг. Ну, то есть как вы будете конкурировать с Тоном, с Аланой? То есть вы просто даже пишите, что монополия существующих сетей, но их сейчас уже как минимум, если мы берем layer 1, то это, например, 7-8 таких мейнстримных. Если мы берем layer 2, то это примерно 5-6 мейнстримных. Если мы берем дальнейшие разработки, то это layer 0. Ну, то есть вам не кажется, что вы профессионально своей командой могли бы просто вот что-то улучшить существующее, но не пытаться велосипед делать? Очень хороший вопрос. Мы часто, кстати, говорим, что мы не стараемся, мы не хотим конкурировать с другими блокчейнами, потому что у них немножко разные цели. Конкретно про Тон могу сказать, что основная разница с ним 2, это то, что у него классическая криптография, не постплантовая, и добавлять туда новые подписи, ну, может быть, не сильно легко. А второе, у нас сервисно-ориентированная платформа, и мы ориентированы на предоставление сервисов на всех уровнях, и на низком в том числе. То есть, ну, грубо говоря, на базе Тона VPN сделать будет не тривиально, а у нас он, например, уже есть. И, кстати, про Тон, у нас есть своя реализация Тон консенсуса на одном из соп-чейнов. И конкретно архитектура Тон, мы от нее немножко позаимствовали даже. Что касается Polkadot, Solana и прочих, у них немножко тоже другие цели, то есть, если Polkadot взять, у них основная цель интерчейн взаимодействия, у нас тоже, конечно, такая цель есть, но основная она все-таки именно построение туманных сервисов. Насколько я видел, такую цель практически никто не заявлял. Кстати, Тон, у них была такая наметка на то, что они тоже хотят делать децентрализованные сервисы, но это именно наметка, а мы пошли дальше. И, кстати, пошли мы раньше всех. То есть, мы начали в конце 2017 года, разработка у нас заняла 5 лет. Ну, у нас не те бюджеты, конечно, что Solana и Dota, но так как мы начали раньше, мы сумели подготовить несколько таких уникальных решений. Так что, я думаю, место найдется всем. Но ведь туманные вычисления в 2017 году были уже предприняты командой Son и Golem. И туманные вычисления, которые ребята писали в своем roadmap, они показывают, что технология возможных таких решений может в течение 30-40 в следующих лет прийти. Ну и плюс по поводу ваш поинт, по поводу постквантового шифрования, на самом деле сейчас при нынешних технологиях взломать ша-256 алгоритм, на котором построен тот же самый биткоин. Ну, сейчас его прямо, ну, еще на десятком лет. Ну, если был хотя бы один платеж в сети биткоина, и был возврат сдачи на тот же адрес, то взломать надо не ша-256, а ECDCA-256 соответственно. У нас будет очень долгая дискуссия, Роман. Потрясающий вопрос, но нет времени. Поэтому награждаю вас призом от нашего эксклюзивного спонсора. Квартир много не бывает, как вы знаете. Спасибо. Спасибо большое.